Продолжение следует... 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 Кое-кто видел, как Гонгер стоял на самом краешке мыса и смотрел вдаль, словно пытался разглядеть, не появится ни на горизонте корабль, а может быть, заметно ожидая прихода того цветного завтра, который для большинства подобных мечтателей так и не приходит никогда. Гонгер все больше замыкался в себе, через некоторое время он вовсе перестал появляться в тверне на окраине Измута, предпочитая отвозить рыбу на рынок и оттуда, быстро пополнив свои запасы, прямиком возвращался домой. Тем временем, рассказы о его русалке, расползлись по всему побережью и в глубине штата достигнули Аркхема и Тамича на реке Бескотонка и даже более отдаленных мест, поросшие густыми лесами холмом, обитатели которых были менее всего склонны высмеивать такого рода историю. Прошел год, потом другой и третий, и вот однажды по Измуту докатился звук, что явал Конгер серьезно ранен во время рыбалки, и что спасли его два рыбака, заметившим лодку, в которой нашли Конгера в совершенно беспомощном состоянии. Рыбаки отвезли его домой на закаленный мыс, потому что он сам их оба попросил, затем они посмешили вынцнуть к доктору Джилмену, но когда рыбаки и доктор вернулись в хижину, Конгера там уже не было. Доктор Джилмен предпочел не распространяться на сей счет, однако двое рыбаков шепотом по секрету поведали всему городу подробности случившегося. Когда они вошли в хижину Конгера, там было все мокро, включая стены, дверную ручку, даже постель, на которую они ранее уложили Конгера. На полу виднелись странные следы, похожие на отпечатки перепончатых лап. Следы вели от моря к хижине и обратно, причем обратные отпечатки были гораздо глубже вдавлены в песок, словно оставивши их, нес что-то тяжелое, вроде тела Генаха. Но рыбакам никто не поверил, их поняли нас, поскольку на песке осталась одна лишь цепочка следов, а Генаха Конгер был слишком большим и тяжелым, чтобы его можно было в одиночку донести до воды. Доктор Джилмен предпочел молчать, сколь заметив только одного. У некоторых известных ему жителей измена на ногах тоже имеются перепонки, а ноги Генаха за это он ручается, ибо сам его осматривали, были совершенно нормальными. Тогда несколько любопытных отправились в дом старого рыбака, чтобы самолично выяснить, что там произошло. Однако вернулись они разочарованными. В хижине не осталось никаких следов, что только подлило масло в огонь, и на злополученных рыбаков обрушилась новая волна злых насмешек, после чего бедняги совсем замолчали, ибо в городе нашлись и такие, кто начал распускать слухи о расправе над Генахом Конгером, к которой якобы были причастны рассказчики. Как бы то ни было, Генах Конгер уже не вернулся в свой дом на соколе нам и суп, с заботой о которой взяли на себя погода и ветер, постепенно отдирая от него черепицу и доски, разжатывая кирпичную кладку трубы и оконной рамы. Пролетающие над домом чайки и сокол более не слышали ответного клича старого рыбака, а по побережью поползли сначала осторожные слухи, а потом и недвусмысленные намеки на убийство или какие-то темные дела и еще более жуткого свойства. Однажды почтенный Чедедия Харпер, патриарх местных рыбаков, по возвращению с ночного промысла крятвенно заявил, что недалеко от рыба дьявола он видел группу странных существ, наполовину людей, наполовину лягушек, их было около двадцати, мужчин и женщин. Старик рассказывал, что существа подплыли совсем близко к лодке, и их тела пристели в свете луны, как у тех светящихся тварей, что обитают в глубинах Атлантики. Полы люди, полы лягушки плавали вокруг лодки, и, как ему показалось, пели гимны во славу догона, среди них он готов поглязться, плавал в ленах кондер, совсем голый, и тоже восхвалял догон. Старик в изумлении окликнул ленаха по ремень, тот обернулся, и Чедедия отчетливо расглядел его лицо. После этого вся стая и кондер вместе с ними, Камела в глубину и больше не возвращалась. Но когда рассказ Старика стал известен всему городу, в тело немедленно вмешались семейства Марш и Мартин, которые, как говорили, связаны родством с морскими жителями, и Харперу заткнули рот. Больше он ничего не рассказывал, да и в море уже не выходило, чтобы с тех пор у него не переводились деньги за мокрые те, кто был с ним тогда в лодке. Прошло много времени, и как-то раз в такую же лунную ночь к Энсманскому причалу подошла лодка, в которой находился молодой мужчина, основавший Генна Хаконгера еще в детстве. И он рассказал, когда вместе со своим сыном он проплывал мимо Соколиного мыса. Из воды внезапно возник голый мужчина, который находился так близко от лодки, что до него можно было дотянуться веслом. Не обращая внимания на людей, мужчина высунулся из воды на пояс, словно кто-то поддерживал его снизу и устремил тоскливый взгляд на разваленный, оставшийся от хижины на Соколином мысу. У этого мужчины было лицо Генна Хаконгера. По его длинным волосам и бороде стекала вода. Капли блестели на его теле, а за ушами виднелись длинные темные щели. Затем, столь же внезапно, как и появился, мужчина скрылся под водой. Вот почему во всему океанскому побережью Массачусетса и особенно в Инсумте ходят странные слухи о енохе-кокеле, которые люди передают друг другу полнамеками, при этом опасливо понижая голос. Это очень важно. Играет музыка. Ваши тире зер laterальное среди.